Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа. С вами я Михаил Тимин. И сегодня у нас в гостях военный историк Сергей Махов. Сергей, приветствую! Приветствую, Михаил! Здравствуйте, друзья! Ну что, мы продолжаем Балтику? Да, мы продолжаем Балтику. И у нас на очереди Очаковский кризис и русско-шведская война 1788-1790 годов. Знаешь, вот в одной абзаце Балтика, Очаковский, вот это все... Я понимаю, я понимаю. Но тем не менее, это вещи абсолютно взаимосвязанные между собой. И вот сегодня у нас будет как раз первая лекция по этой теме, будет еще и вторая. Я решил все-таки разделить одну большую лекцию на две поменьше. Правильно, я думаю, да. Вот. И мы сейчас объясним, а при чем тут, собственно, вообще Крым, Очаков и так далее. И почему русско-шведская война, она от этого зависит. Интересно, интересно. Ну, начнем, наверное, да? То есть, ну, до 1781 года в России господствовала внешнеполитическая концепция Северного аккорда. То есть, союза всех Балтийских стран плюс Англии, ну, с России, понятное дело, да? В этом союзе были как плюсы, так и минусы. Вот, чтобы понять, почему, в конце концов, Екатерина отошла от этой концепции, ну, давайте попробуем сначала рассмотреть, чем вот был хороший, чем был плох Северный аккорд. Под Северным аккордом мы понимаем союз России с Пруссией, Польшей, Данией и Швецией при учете интересов и благожелательного нейтралитета Великобритании. То есть, вот это вот и есть Северный союз, да? Да, серия договоров, заключенная Россией с этими странами, с одной стороны, полностью загрывала от возможных нападений всю Северную и Северо-Западную границу государства. Очень удобно, да. И в то же самое время делала Россию и Британию, ну, как самые сильные страны Альянса, да? Главной силой этого союза. То есть, помимо плюсов, были и минусы, да? То есть, свою активную политику Россия в этот момент ведет где? На юге. И там получается она один на один с Турцией. То есть, союзников в этой борьбе нет. С точки зрения торговли, в принципе, все было хорошо, а вот в политике не очень. Потому что помимо Турции была еще проблема номер два, называется, которая Польша. Серия набегов татар, во-первых, в 1756-1763 годах. Нагайские набеги в 1764-1765 годах. Это все изматывало Россию, понятное дело, заставляя ее сосредотачивать немалые силы на южной границе и делать большие траты на строительство крепостей. И главный урок, полученный Екатерины из русско-турецкой войны 1769-1774 годов, был очень прост. Северный аккорд бесполезен для активной российской политики на юге. Логично. То есть, в этом случае Пруссия, Англия, Швеция и Дания не имели с Турцией общих границ и могли помочь России только морально, как говорится. А Польша вместо предполагаемого союзника стала не только причиной вот той войны, первой 1769-1774 годов, но еще и дополнительным противником, обратившись за поддержкой к Турции и Франции. Собственно, первый раздел Речи Посполитой в 1772 году и послужил первым звоночком об отказе от Северного аккорда. Царица была возмущена действиями Пруссии, которая как номинальный союзник России выступала. И Россия до последнего хотела все-таки сохранить Польшу как буфер между Россией и Пруссией. Но Фридрих II склонил к разделу Австрию, и Россию он поставил перед фактом. Либо она участвует в разделе, либо Польша делится на двоих. Логично, да. Соответственно, Россия получила выбор между плохим вариантом, то и бишь участие в разделе, либо очень плохим вариантом, то есть участие вообще ни в чем, да, и как бы согласие с тем, что Австрия и Пруссия делят Польшу на двоих. И усилятся очень сильно. В общем, правильно ли политику выбрала Екатерина на тот момент до сих пор является предметом спора историков, но по факту особого выбора-то и не было. В шахматах обычно такую ситуацию называют цукцванг. Согласен. Таким образом, событие в Польше и война с турками заставило Россию развернуться на юг. Если приоритетным решили сделать антитурецкую направленность внешней политики, значит, надо искать каких-то союзников, которые могут помочь в войне с Турцией. Понятное дело, что... Это австрийцы. Да, конечно. Польши-то и некого. Этим союзником стала Австрия. И теперь конгломерат немного изменился. То есть, теперь союз получился Россия, Дания, Швеция, Англия и Австрия на первых порах. С Австрии началось, собственно говоря, осторожное сближение. Согласно Кучук-Канайджийскому мирному договору, Крым был признан независимым ханством, неподконтрольным Турцией. Тогдашний хан Девлет-Гирей или Герай, по-разному. У нас в литературе почему-то Герей устоявшийся. Правильнее Герай. Отказался признать этот договор, бежал на Тамань и начал готовить вторжение в Крым. Российским правительством было решено посадить на ханский престол другого родственника, скажем так, Шагин-Гирея или Герая, и в марте 1777 года с помощью российских войск Шагин-Гирей стал крымским ханом. Тут надо сказать вот о чем. Выбор этот оказался не очень удачным. Потому что Шагин-Герай – это, по сути, прекрасно душный мечтатель, решивший воплотить свои социальные фантазии в жизнь, совершенно не учитывая менталитет крымских татар и мусульманские обычаи. Слушай, ну там же, по-моему, по результатам этой войны отменили рабство в Турции, насколько, работорговлю. Ну вот смотри, мы сейчас до этого дойдем. Прежде всего, Шагин ввел наследственное право в крымский престол. До этого 300 лет крымского хана выбирали. Поднял в пять раз налоги. Ну вот это ошибка, конечно, большая. А потом еще начал устройство регулярной армии по российскому образцу. Понятно. И в результате что он получил? Бунт. Конечно. Кто бы мог подумать. За деньги, да. А тут еще Стамбулом в пику Шагин-Гирею был назначен другой хан Селим-Гирей. То есть теперь претендентов на Крым вообще оказалось трое. Который вместе с турецким флотом направился в Крым. Янычарскому ЖАГе было приказано с 36 тысячами янычар и те в поход к Днестру и Дунаю. На соседнем Скинбурном острове Березань было велено сделать турецкие укрепления. Собственно говоря, был объявлен набор в сухопутную армию Турции, которая уже предстоящей весной надлежала быть у Измаила. Россия опять пришлось вводить войска в Крым в 20-х числах декабря 1777 года. То есть всего год прошел. Хорошие такие плоды политики. Там российские войска разбили на голову войска Селим-Гирея. И из пяти отправленных на Черное море турецких фрегатов, которые не нашли способа подойти к Крыму. В общем, три выбросились на мель у Кызыл-Ташей, были взяты Шагин-Гиреем в плен, а четвертый разбило штормом. И постепенно, с трудом в сознании императрицы и ее окружения возникает понимание, что проблему Крыма можно решить только одним способом. Его надо присоединять. Что на самом деле на тот момент не очень-то и хотелось. То есть вот я процитирую письмо Потемкина Екатерине. «Татарское гнездо в всем полуострове от древнейших времен есть причина войны. Беспокойств, разорения границ наших и сдержек несносных, которые уже в царствование вашего величества перешли только для сего места более 12 миллионов, включая людей, коему цену положить трудно». И далее он продолжает. «Турция не только разными образами от время до время через Крым будет вас, в смысле российскую императрицу, тревожить и ослабевать издержками, которые тем сильнее, чем при всяком в Крыму замешательстве, должно нам полное делать против самой порты при уготовлении. Но не упустит, выждав свободное время, захватить сей полуостров и в свои руки. Тогда тяжелее еще будет России, нежели теперь». В общем, опять выбор между плохим вариантом и очень плохим. И 14 декабря 1782 года в секретном рескрипте Потенкину Екатерина требует, чтобы Крым прямо был обращен на пользу государства нашего, то бишь захвачен. Именно с этого момента начинается закулисная работа по присоединению Крыма. 8, в скобочках, 19 по новому стилю апреля 1783 года канцелярия ее императорского величества издает манифест о присоединении Крыма к России. И как бы это все знают, здесь просто отмечаем факт. 28 июня 1783 года присягу на верность Российской империи принимают татарские беи и мурзы. Присягу принимали в Крыму Григорий Александрович Потемкин, на Кубани Александр Васильевич Суворов, на Тамани генерал-майор Василий Иванович Елагин. В общем, Крымское ханство, просуществовавшее примерно 450 лет, 28 июня 1783 года, фактически прекратило свое существование, было ликвидировано. Понятно. Ну, а в период со 2 января по 11 июля 1787 года Екатерина провела, наверное, самую масштабную российскую пиар-акцию, равной которой, ну, я не знаю до сих пор. Ну, естественно, речь идет о путешествии в Крым, да, то есть, так называемый путь на пользу. Состав экспедиции, ну, императорская свита, около 3000 человек, 32 высших сановника империи, послы Англии, Австрии, Франции, приближенные двора, наместники, губернаторы, управляющие земель и прочее, 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 да. Императорский поезд состоял из 14 карет, 124 саней с кибитками, 40 запасных саней, Екатерина ехала в карете на 12 персон. Да уж, нормальный такой вагон. Иностранцы своими глазами увидели, что приобрела и что сделала на новых землях России за 4 года, то есть, с 1783 по 1787 год. То есть, значит, по поводу Херсона Иосиф II пробормотал. Вот это уже на что-то похоже, то бишь, что-то интересное, да. Екатерина же была еще более высокого мнения о том, что она увидела. То есть, мы с удивлением и немалым удовольствием увидели, что здесь сотворено. Степи везде обещают изобилие, где сажают, тут же принимается и растет. Ну, в общем, да, радостное все. В Инкермане на вершине самой высокой горы соорудили специальный дворец-павильон, куда гости приглашены были обедать. И когда все увлеклись прекрасным видом окрестностей, по особому знаку Потемкина неожиданно раздвинулся занавес на одну из стен павильона, и перед изумленными гостями открылась незабываемая картина – панорама Ахтиарской бухты и только что заложенного города Севастополя, на рейде которой стояли корабли Черноморского флота. Всего 40 вымпелов. Неплохо. И приветствовали они, значит, уважаемых гостей 11 выстрелами, холостыми, естественно. Золпами, да? Да. По мнению Иосифа II, например, ну, который тоже ездил с Екатериной, кстати, они как раз там обсуждали возможности союза с Австрией, да, прекрасным был и Севастопольский порт, который он назвал лучшим в мире, и в котором, по его мнению, могло разместиться до 150 кораблей. Вместе с тем, ему не совсем понравились экипажи кораблей, потому что по кораблям они тоже ездили, естественно. Матросы мало обучены своему делу, просто набрали 2000 рекород, да и назвали их матросами. То есть, это вот говорит Иосиф. Французский посол, граф Досигюр, сообщает в Париж. Боюсь, через 30 часов флаги российских кораблей могут развиваться ввиду Константинополя, и знамена ее армии водрузятся на стенах его. То есть, вот это мнение французского посла. Тем не менее, все вот иностранные представители, участвовавшие в этом путешествии, увидели и четко сделали два вывода. Первое. Колонизация при Черноморье и Крыме идет бешеными темпами. Ну и второе. Земли эти оказались, опять-таки это по словам Сигюра, золотым ожерельем в навозной жиже. Убери навоз, и ожерелье засверкает пуще прежнего. Таким образом, путь на пользу, как назвали путешествия Екатерины в Крым, стал прологом не только новой русско-турецкой войны, но и новой международной напряженности. Крым стал всплывать не только в вопросе русско-турецких, но и в вопросе русско-шведских, русско-английских, русско-французских отношений. Хочется еще сказать. Вот сказали, что плохой выбор, неплохой. А с другой стороны, посмотри, как из просто вселенской угрозы, которую он представлял 400 лет для России, Крым стратегически поменял свой вектор наоборот, как французский посланник правильно сказал. У вас через 30 часов русский флот будет просто под стенами Константинополя. Контроль всего Черного моря фактически. Здесь даже опять-таки мы видим подход, тот подход, который я больше всего люблю. То есть, нас оценивают не так, как оцениваем сами себя мы, а оценивают через призму, скажем так, своих взглядов, своих возможностей. То есть, неважно, что русские, скажем так, в практическом смысле не могут на данный момент захватить Константинополь. Главное то, что Сидюр видит эту возможность. Ну, а теперь о подоплеке, приведшей к новой русско-турецкой войне. По условиям кучу канайджирского мира между Россией и Турцией оставалось несколько буферных полугосударственных формирований, влияние над которыми обе страны оспаривали. Это Крымское ханство, да, ну, мы говорили, что оно на тот момент было независимым, Грузия, Кабарда, Валахия, Молдавия. Что случилось в 1787 году? К 1787 году Россия аннексировала Крым. Согласно Георгиевскому трактату, грузинский царь Ираклий II попросил поддержки России, причем частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. В общем, один за другим получается, что буферные государства либо прямо захватывались Россией, либо попадали от России в зависимость. Шашечки посыпались. Да-да-да. То есть, ну вот теперь давайте попробуем поставить себя на место турецкого султана. То есть, по сути, идет такое, знаешь, расширение НАТО на восток. Сравнение. То есть, нет, вроде все добровольно хотят войти в Россию, но для Турции это все положение становится более угрожающим и более угрожающим, понятное дело, да? Ну, по крайней мере, неприятным. Конечно. Кроме того, не скрываются слухи о всякого рода греческих проектах, русском знамени на Цветой Софии, да? Ну, а последней каплей становится поездка Екатерины в Крым. И турки услышали прекрасно слова французского посланника Сигюра, да? И как бы они поняли, что Константинополь реально под угрозой. 11 июля 1787 года Екатерина вернулась из поездки на юг в Петербург. 15 июля русскому послу в Турции Якову Ивановичу Булгакову вручается ультиматум турецкого правительства. Основные его требования этого ультиматума – отозвать русских консулов, ну, считая, на самом деле, проводников влияния и шпионов, из Бухареста, Александрии и Египетской, ЯС, допустить турецких представителей во все русские причерноморские гавани, согласиться на полный досмотр всех русских судов, следующих через Босфор и Дарданеллы. Таким образом, совершенно понятно, что в Турции были обеспокоены экспансии России на подконтрольных османом областях. Ну, несомненно, конечно. Но вскоре требования стали еще более жесткими. 5 августа Булгакова пригласили на заседание турецкого дивана, ну, это совет при султане, где от посла потребовали в течение 48 часов вывести все русские войска из Крыма. Все, объявление войны. Ну, фактически, да, это было объявление войны. Булгаков, конечно, отказался передавать подобную ультиматуму Екатерине Великой и в конце заседания был припровожден в Семибашенный замок, турецкая тюрьма знаменитая, Дикюль, да, аналог такого лондонского Тауэра. Во все времена подобные действия турок означали начало войны. И действительно, 13 августа 1787 года Турция объявила России войну, да не простую, а джихад, ну, то бишь, священную, отечественную. Несмотря на то, что до начала сентября императрица надеялась решить дело миром, лишь 7 сентября был подписан высочайший манифест о войне с Османской империей. К войне Турцию активно подталкивала Франция и ее новая союзница Англия. Мы говорили об англо-французском альянсе после войны за независимость. Причины были очень просты. Французская торговля с Ближним Востоком и подконтрольным османом Египтом возросла с 1760-х годов почти в полтора раза. С 50 до 70 миллионов ливров, причем с большим сальдо в пользу турок. Франция, в свою очередь, реэкспортировала турецкие товары, ну, и боялась лишиться этого поставщика. То есть, как бы, как говорится, везде надо искать и экономический смысл в том числе. В свою очередь, Англия имела свои интересы в Персидском заливе. Британская устынская компания, владея торговой факторией в Басаре, была монопольным закупщиком турецких товаров в данном регионе. Обе страны надеялись удержать Турцию в нынешних границах, всячески лоббируя и проталкивая свои коммерческие интересы. У англичан была еще одна причина поддержать турок, ну, потому что Россия, владев проливами, могла теперь спокойно торговать со средиземноморскими странами, а это бы полностью обрушило реэкспорт русских товаров из Англии. Да и нафига им лишнее усиление России всем, в конце-то концов. Да дело тут даже, опять-таки, не в усилении России. Мне кажется, что на Россию, что на Турцию, англичанам было просто наплевать. А вот то, что они потеряют, скажем, там, энное количество миллионов фунтов... Ну, это в первую очередь. А это уже серьезный вопрос. Ну, вот мы видим, что у России интерес какой. Угроза из Крыма – это просто минус миллионы рублей ежегодно. Экзистенциальные причем. То есть, даже не миллионы рублей, а миллионы людей. И людей в том числе, да. Вот это вот самое страшное. Разорение постоянное, короче, смута на границе из-за этого постоянное. Поэтому все понятно. И у тех то же самое. Здесь лишаются денег, эти здесь лишаются денег. Ну, все понятно. Тут надо немножко сказать о том, как вообще в Турции-то были дела. То есть, султан Абдул-Хамид I начал реформы в Османской империи. Но, понятное дело, что эти реформы не смогли быть закончены к 1787 году. Его великий визирь Халиль Хамид-Паша начал бескомпромиссную борьбу со взятелочничеством, кумовством в правительственных учреждениях. Усиливал вертикаль власти, приводя к повиновению управителей провинций, да, полуавтономных таких. Под руководством адмирала Газиха Сан-Паши были построены новые современные корабли. Многие османские матросы и офицеры прошли обучение новейшим европейским приемам ведения военно-морских операций. С помощью барона де Тотта, находившегося на османской службе, были созданы артиллерийские корпуса европейского типа и реорганизованы старые минные и саперные части. В общем, для подготовки османских офицеров были открыты даже инженерные, математические и фортификационные высшие школы в самой Турции. Французы в меру сил помогали туркам провести реформы, но все они наткнулись на одно препятствие. Турецкое общество на тот момент было к ним просто не готово. Вот лучше всего этот момент применительно ко флоту описал наш историк Торле. Турецкий командир склонен был считать свой корабль, так сказать, замкнутым хозяйством, самостоятельной экономической единицей. Вроде феодального поместья, где капитан Феодал, а матросы его крепостные, доставляющие ему доход как из утаиваемых сумм, отпускаемых на их содержание, так и своим деятельным участием в корсорстве и даже в прямых пиратских нападениях на торговые суда всех наций. И дружественных, и враждебных, и нейтральных. То есть, такая вольница, понимаешь ли, фактически береговое братство только не Карибского моря, да, черного и мраморного. В 1785 году Халиль Хамид-Паша был смещен и казнен по навету придворных, которые заставили Абдул Хамида поверить, что он готовил заговор с целью его свержения. В результате реформы, естественно, закончились на середине, и эти неполные реформы вызвали беспорядок в управлении, который оказался, безусловно, вреден и для армии, и для флота. И фактически явился главной причиной поражения османской военной машины в войне 1787-1792 годов. Выступая против России и ее союзницы Австрии, султан прекрасно понимал, что его армия еще не готова. Но вот других вариантов сохранить свою империю он не видел. Были они или не были, это уже другой вопрос. Он тоже выбрал из плохого и очень плохого. Да, он тоже выбирал из плохого и очень плохого. Таким образом, для Турции эта война была фактически, давайте говорить честно, войной за существование. Тогда как для России войной за утверждение своего нового статуса при Черномории и Крыму. Да, несомненно. Надо было закрепить приобретение. То есть, это был со стороны Турции плохо подготовленный превентивный удар, в котором турки надеялись сорвать планы союзников по греческому проекту и отторжение у них Балкан. Сейчас нас спросят, что вы нам там про Крым рассказываете? Крым, 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 Крым. У нас же как бы война вроде как бы про Балтику вся серия идет. Но про Крым важно. А вот мы сейчас как бы будем соединять одно с другим. Понятное дело, что новая русско-турецкая война вызвала и новый кризис на Балтике. После событий августа-сентября 1787 года шведский король понял, что война с Турцией у России затянется надолго. А раз в экспансии на запад Екатерина его не особо поддержала, то почему бы не устроить России второй фронт на севере? Не развернуть свою уже шведскую экспансию на восток? Шведскую реконкисту. Да, в конце концов, Прибалтика и Карелия всего 80 лет назад были шведскими. Все боеспособные части у русских на юге. Часть флота с Балтики они планируют послать на Средиземное море. Ну, что бы не рискнуть-то, как говорится. Это было вполне в характере стокгольмского авантюриста. И вот в 1771 году Екатерина писала госпоже Бьелке, да, это вот по поводу Густава. Сердце говорит мне, что ваш любезный шведский король и его миленькая маменька не сделают ничего путного. Я нахожу, что молодой шведский король не придает большого значения самым торжественным клятвам и уверениям, которые он высказывает. За день до революции он объявил бунтовщиком и виновным весь христианштадтский гарнизон, а на другой день принял его сторону. Никогда законы ни в какой стране не были так нарушаемы, как в Швеции. При этом случай, и я вам ручаюсь, что этот король такой же деспот, как сосед мой, султан, ничто не удерживает его. Если он придет ко мне в гости, то по неравенству наших лет я предвижу, что он будет страшно скучать со мною. Кроме того, он француз с ног до головы. Сейчас немножко поясню. Национальный признак. Нет, чтобы было понятно, француз в понятии русского общества тех лет – это что-то такой манерный кривляк, асписивый, высокомерный человек. Какой-то грек, короче. Короче, какой-то, да. То есть, человек с нетрадиционной, как сказать, сексуальной ориентацией. То есть, это больше такое ругательство завуалированное. То есть, получая субсидии от Франции, Густав привел в полный порядок свой флот и армию. Но, поскольку Франция была заинтересована в мире на Балтике, он тут же отвернулся от нее в сторону Англии, Турции и Голландии. И теперь уже от них черпал денежные средства. Не погнушался он даже турецкими пиастрами. Благо, деньги не пахнут. А то, что у самих турок их было мало, ну, так это проблемы турок, да, а не мои, как говорится. Кроме того, Швецию негласно поддержала и Пруссия. Дело в том, что Фридрих Великий умер. Там зашел на престол новый король Фридрих Вильгельм II, который был настроен не как его, скажем так, дяденька. Наученный горьким опытом дяденька. Он был антироссийски настроен, скажем так. Требовал тоже реванша. Да, ему реванш-то был все равно. Вот погреть руки на костре, на чужом, а почему бы и нет. Пруссия изначально даже была намерена включиться в войну и поучаствовать в разделе Прибалтики. Ну, а туркам шведский король пообещал вернуть Крым. Щедрый какой. Смотри-ка ты. Ну, свое обещать, вернее, не свое обещать, это всегда приятно и легко на самом деле. Там же не Финляндию обещаешь, а какой-нибудь Крым, который вообще никогда тебе не принадлежал. В общем, вскоре ко всей этой неразберихе присоединилась еще и Англия. И тут, как ни странно, все началось с Голландии. Да, все интересно на самом деле, интересно и интереснее все. Дело в том, что в 1787 году в Голландии за лидерство боролись две партии – Патриотическая и Райлистская. Значит, Патриотическая хотела свергнуть штат Гальтера, он же король Вильгельма Пятого Аранского, ну, и установить в Голландии республику, как когда-то было, да, там, при братьях Девиттах. Понятно, что Франция поддерживала патриотов, Англия и Пруссия – лаэлистов. В результате прусские войска вошли в Голландию, заняли провинцию Гельдерн, французы побоялись вмешаться в открытую, и в апреле 1788 года был заключен Англо-Прусско-Голландский союз, так называемый Тройственный альянс. В ответ на это Франция начала осторожное сближение с Австрией и Россией, что в дальнейшем вылилось в Четвертной союз – Испания, Россия, Франция и Австрия против Англии и Пруссии. В свою очередь англичане и пруссаки с удовольствием привлекли к своему союзу Швецию, понятное дело, и Польшу. При этом прусский король Фридрих Вильгельм II просто издевался над поляками. Он предлагал им вернуть все провинции, захваченные русскими и австрияками, если они ему взамен отдадут все краковское воеводство. То есть, добрый человек на самом деле. Добрая душа. Да. Надо сказать, что Россия начала обеих войн, и турецкой, и шведской, просто проморгала на самом деле. В 1787 году, когда началась русско-турецкая война, войск на севере фактически не было. Кроме того, в стране был неурожай, многие губернии голодали. Перед войной со Швецией активность тамошнего флота приписывали тому, что король получил очередные субсидии и пытается вот своей вот этой показной активностью их отработать. Между тем, в совершеннейшей тайне 9 июня 1788 года шведский флот снялся с рейда Карлскроны и вышел в море. Никто из матросов, офицеров и капитанов не был осветомлен о цели выхода. Швеция вступала в войну, и Россия оказывалась в очень тяжелом положении. Война на два фронта. Таким образом, Чехарта завертелась хоть и на Балтике, но вокруг Крыма, как ни странно. Он уже представлялся всем сторонам большой игры не всего лишь каким-то там куском степи, а обрел стратегическое и политическое значение. В Англии и Пруссии были уверены, что обладание России Крымом – это возможность реализовать греческие проекты и утвердиться на берегах Босфора и Дарданелл, а следовательно, первый шаг к русской военной, культурной, моральной, политической, экономической экспансии в Европу. То есть, Крым надо, как говорится, вернуть взад. И вот с этого у нас и начинается, собственно говоря, русско-шведская война 1788-1790 годов. По словам шведского историка Юлин Граната, шведский король Густав III считал тогда вполне вероятным войну с Россией и задумал совершить смелые и неожиданные нападения и за счет этого приобрести значительные для Швеции преимущества. Правда, шведские историки недоумевают, почему Густав не дождался ухода из Балтики русской эскадры Самуила Грейга, которая шла в Средиземное море. Ведь в этом случае он бы имел подавляющее превосходство в силах на море. Но здесь следует учесть вот что. Во-первых, Грейг ведь мог и не уйти. То есть, думали-думали, но решение пока еще не приняли. Решение Густава о войне не имело поддержки Риксдага. Многие шведские сановники вообще были против того, чтобы война началась. А финны, вне сомнения, также не желали никакой войны. Потому что, если что, война будет идти на их территории. Не хотелось быть крайней. Поэтому Густав надеялся на Блицкрик. Тем более, отношение к русскому флоту у него было пренебрежительным. Свои силы им слишком преувеличивались. Полностью шведский флот отмобилизован не был. Считалось, что имеющихся сил для победы вполне хватит. Нет, конечно, определенные основания для оптимизма были. Тут спорить глупо. Многие капитаны шведских линкоров служили во время войны за независимость на французских кораблях эскадры Деграса в Америке. В 1780-е годы шведский флот очень часто выходил в море для практических плаваний. Кроме того, Пруссия решила шантажировать Россию. Она требовала за свой нейтралитет уступки той части Польши, которая отошла России в 1772 году. Молодцы какие-то. По поводу шведского флота давайте все-таки остановимся. Значит, шведы на 1788 год имели действительно прекрасный и оснащенный флот. За короткий срок с 1782 по 1785 год талантливым кораблестроителем Чапманом в Швеции было построено 12 62-пушечных линейных кораблей и 10 40-пушечных фрегатов. Благодаря применению более коротких и легких пушек они были оснащены и линейные корабли, и фрегаты довольно мощной артиллерией. Это 36- и 24-фунтовые пушки. Фрегаты с 24-фунтовками. Очень круто. Да, линкорный калибр. Хоть, как сказать, из самого края, но все равно линкорный. Что позволяло последним, естественно, фрегатам при желании сражаться в линии баталий. Ну, шведы их туда и постоянно совали. Мы сейчас еще увидим это дело. На начало 1788 года в составе шведского флота числилось 26 линейных кораблей и 14 фрегатов. Кроме того, был создан сильный многочисленный грибной флот, или архипелажский флот, или армейский флот, называется по-разному. Армейский, потому что им командовали сухопутные генералы. В Финляндии была возведена мощная крепость Свяборг, были построены крупные парусно-гребные суда с большой осадкой и сильной артиллерии. В грибном флоте имелось 28 галер, 27 эспенгаров, 30 канонерских лодок, 3 королевские яхты. Кроме того, вот эти вот как раз грибные фрегаты очень мощные, с 24 и даже с 36 фунтовой артиллерии. 8 турумов, 3 УДМ, 4 паямы. Это вот разновидности грибных фрегатов, то есть, скажем, у УДМ орудия могли передвигаться на любой борт, усиливая. То есть, тоже такая хорошая, как говорится, заявка на победу. Кроме того, финская эскадра еще, то есть, там мортирные боты, 15 канонерских баркасов, 40 канонерских лодок. То есть, хороший такой мощный грибной флот. Русский Балтийский флот по штату насчитывал 31 корабль и 16 фрегатов. Однако, прежде всего, из-за некомплекта личного состава выставить в море мог только 26 кораблей и 12 фрегатов. Кроме того, 3 бомбардирских корабля, 1 прам и мелкие суда. Еще 3 линкора и 1 фрегат были переведены в Копенгаген. Ну, они начали выдвижение как раз в Средиземное море. Такая же эскадра, то есть, 3 линкора и 1 фрегат была сформирована в Архангельске и в случае необходимости могла усилить Копенгагенский отряд. Галерный флот у России на начало войны 8 полугалер. Все. То есть, вообще полное превосходство фактически. То есть, в архипеларском флоте у шведов полное превосходство. Заметь, со времен Северной войны ситуация поменялась на абсолютно обратную. Значит, 21 июня 1788 года отряд шведских войск перешел границу, ворвался в предместье Нишлота и начал бомбардировать крепости. Одновременно с началом военных действий шведский король предъявил российской императрице Екатерине следующие требования. Первое. Ну, это личное, как говорится, да? Как там было в Мадагаскаре, помнишь? Мы там, говорит, высадимся в Данию. Нет, нет, мне, говорит, нельзя в Данию. Почему? Это личное. Наказание российского посла графа Разумовского за якобы происки его, клонившиеся к нарушению мира между Россией и Швецией. Второе. Уступка Швеции всех частей Финляндии, приобретенных по Ништадскому и Аббрскому договорам. Третье. Принятие посредничества Швеции для заключения мира с Турцией с обязательной отдачей османам Крыма. И четвертое. Разоружение российского флота и возвращение кораблей, вышедших в Балтийское море. В общем, прекрасный план, как говорится. Понятное дело, мы уже говорили, что Екатерина проморгала обе войны, и шведскую тоже. И когда дошли до российских союзников, речь прежде всего об Австрии, то есть требования Швеции, то есть князь Кауниц, руководивший внешней политикой Австрии, рекомендовал России келейно все-таки принять условия Швеции. Более того, Потемкин обескураженной войны на два фронта тоже советовал императрице заключить договор и со Швецией, и с Турцией, и даже отдать Крым. Но Екатерина, наверное, оказалась храбрее всех. То есть она ответила Потемкину буквально следующее. Кто сидит на коне, сойдет ли, чтобы держаться за хвост? В общем, ответом на это была высылка шведского посольства из Санкт-Петербурга. Российских войск на шведской границе успели собрать ровно 14 тысяч. Большая часть, понятное дело, новобранцы. Против них стояла полностью отмобилизованная и подготовленная армия в 36 тысяч человек под личным предводительством короля. Чтобы прорваться к Петербургу с моря, Густаву нужно было разбить Балтийский флот и взять Кронштадт. Выйти же к российской столице с суши мешали Нейшлот и Выборг. В общем, вот как раз с осады Нейшлота на суше началась война. 28 июня шведский отряд в 1700 человек подступил к Нейшлоту, занял весь посад. В общем, русской осталась только сама крепость. Екатерина своевременно оценила угрозу. Командующему русскими войсками Финляндии Михельсону срочно на почтовых были посланы подкрепления. То есть, на почтовых, чтобы ты понял, это примерно то же самое, как сейчас, допустим, из Москвы слать подкрепление в Белгород на такси. Как французы сделали в свое время, в 14-м году. Ну, а меж тем Нейшлот держался. Его комендант, однорукий секунд-майор Кузьмин, ответил на ультиматум Густава сдать крепость так. «Служа своему отечеству, я имел несчастье лишиться на войне правой руки. Ворота крепостные, слишком тяжелые, чтоб я мог их отворить одной рукой, да и та у меня занята шпагой. Поэтому сам уж попрошу отворить, ваше величество, эти ворота». Самостоятельно. Да, открывайте, как говорится, сами. Нищих слуг нет. «Крепость отбила 8 штурмов, была частично разрушена, но держалась». Вот давай ради интереса небольшой дайджест на основе шведских сообщений об осаде Нейшлота. То есть, 8 июля это Стэддинг пишет шведскому королю. Нейшлот укреплен лучше Гибралтара. Разница с последней осадой его лишь в том, что неприятель ниоткуда не может получить ни подкрепление, ни припасов. И что из пушек не стреляют. Мы не стреляем, потому что мы не имеем пушек. «Неприятель не стреляет, как говорят, чтобы не быть начинающим». Это, конечно, весьма скучно. Это 8 июля. Правда, чуть позже ситуация меняется. На сильный огонь неприятеля мы отвечаем выстрелами из мушкетов и из одной небольшой пушки, которую нам удалось поместить на скале против замка. Мы имеем большие запасы, отняв у русских целый транспорт овса и хлеба. В крепости же одна вода и ржаная мука, что, впрочем, достаточно для поддержания жизни. Со всех сторон нам говорят, что значительные отряды русских направили свой путь сюда против нас. 18 июля. То есть, прошло 10 дней. Теперь у нас есть пушки, хорошая артиллерия и хорошие офицеры. Я не сомневаюсь в том, что Нишлот будет взят. Мы постараемся от окла Фредрихсгама занимать генерала Михельсона. Вы же находитесь только в 15 милях расстояние от Кексольма. Я думаю, что вам лучше будет отправиться прямо к Кексольму, собирая для этого повсюду разбросанные войска. Если же вы возьмете этот город, приведенный в ужас вашим приближением, значит, враг сдастся и откроет вам путь дальше. Получив тогда известие о взятии Фредрихсгама, вы можете направить свой путь к Выборгу для соединения с главной армией. Но ни в этот день, ни в последующий Нишлот взять не удалось. 24 июля я начинаю верить тому, что читал однажды в одном географическом описании о Нишлоте, что это место может быть взято только деньгами или голодом. Две пушки и две гаубицы, присланные нам, вашим величеством, еще ни на один день не доставили нам амуниции, между тем, как мы работаем день и ночь, чтобы построить батареи. Смотря на башни этой крепости, я боюсь умереть от скуки. Что он там скучает, непонятно, да? То есть, ты уж решай, брать или не брать. 4 августа, ну, совсем прям поэзия идет. Это стендинг опять при осаде Нишлота. Осада Трое, без сомнения, представляла более разнообразие, иначе тогдашние герои не продолжали бы ее 10 лет. К тому же здесь нет ни офигений, ни брезеид. Золото на нашего коменданта не действует. Разве только огонь и железо. Нас известили, что на нас идет неприятель со стороны Карелии из Кексольма и Сердобыля. Мы его ждем, но я не рассчитываю на сильное сопротивление со стороны наших солдат, которые готовы бежать и нуждаются, прежде всего, в хороших офицерах. То есть, все устал. Да, то есть, сам уже фактически отказался от штурма. То есть, таким образом, Нишлот задержал продвижение шведов и дал возможность русским развернуть свою армию в Финляндии. Круто. А что же флот делал? Даже на золото не польстился майор. А что же флот? Теперь это дело за флотом. Значит, 28 июня 1788 года шведский флот встал на якоре Угангута. 7 июля было получено извещение о начале войны. С России 8 июля близ Наргена были захвачены два русских дозорных фрегата. Это Гектор и Ярославец. 11 июля шведский флот получил подкрепления, которые вышли из Корскрона с пятью транспортами и высадили 3 тысячи солдат в Гельсингфорсе. Вот в Хельсинке. Да, в нынешней Хельсинке. И теперь после прихода этих подкреплений, в том числе и флотских, у главнокомандующего шведским флотом герцога Карла Зюдерман-Ланского стало 15 линкоров, 11 фрегатов и 4 легких судна. Что касается наших эскадр, 16 июня отряд Вильяма Фондезина ушел в Копенгаген. Мы говорили, то есть он готовился к отсылке на Средиземное море. 27 последовал неожиданный разрыв со Швецией. По приказу императрицы Екатерины уход эскадры Грейга в Средиземное море был отменен. К его 12 линкорам стали спешно готовить эскадру Чичаговой из пяти линкоров, которые прежде планировали оставить на Балтике. Для Балтийского флота требовалось 23 тысячи человек. Налицо было всего 9 тысяч человек. Для пополнения экипажей пришлось снять всех портовых рабочих, всех писарей, всех вестовых, всех часовых. 4 июля Грейг перешел из Кронштадта Красной Горки и занялся усиленными упражнениями команд у орудий и парусов. 8 июля из Ревеля пришло донесение от генерал-майора Врангеля, где сообщалось о большой эскадре. Врангель определил ее в 19 больших и 4 малых корабля. То есть, почти угадал. Пампелам примерно. Эскадра Грейга, 15 линкоров, 6 фрегатов, 2 бомбардирских судна и 10 малых судов. При маловетрии крейсировало у Красной Горки, поджидая эскадру Мартина фон Дезина, которая спешно комплектовалась для того, чтобы усилить русских. 3 июля к Грейгу присоединяется эскадра Мартина фон Дезина. Это 2 линейных корабля, 2 фрегата. То есть, вот становится конечная сила у русских. Да, то есть, 17 линейных кораблей, 8 фрегатов. 17 июля 1788 года около 11.00 у острова Гагланд русские обнаружили шведскую эскадру. И Грейг, выстраивая линию, пошел в атаку, имея слабый ветер с северо-востока. Так началось Гагландское морское сражение. Первое сражение русско-шведской войны 1788-1790 годов. Авангардом командовал как раз Мартин фон Дезин. Центр, понятно, флаг Самуила Карловича Грейга, он же главнокомандующий флотом, значит, арьергард, флаг адмирала Козлянинова. Но, увидев шведов, значит, русские повернули все вдруг и атаковали с перевернутым фронтом. Соответственно, арьергард стал авангардом, а авангард, соответственно, арьергардом. То есть, Козлянинов во главе, да, Грейг, ну и дальше фон Дезин. А так по стволам, по кораблям, ну по кораблям, понятно, примерное равенство было. У русских, как сказать, в рукаве был один Джокер. Это 108-пушечный Ростислав, флагман Грейга. А так, по идее, ну русские 74-пушечники, построенные по английским чертежам, они, в принципе, были, конечно, посильнее, чем шведские 62-пушечники. Да, но, скажем, с другой стороны, русские фрегаты, они несли 18-фунтовки, а у шведов 24-пу. В принципе, как бы, да, можно принять. Примерно, значит, силы были равны. Неприятельский флот, который был под ветром и лежавший левым галсом, держался, как на маневрах, в правильной линии, сохраняя между судами равные интервалы. Около 17.00 шведы открыли огонь по приближающимся русским кораблям, потому что Грейг решил атаковать. Грейг атаковал согласно положениям линейной тактики, мы об этом уже говорили, у нас есть лекция целая. Прекрасная лекция. Вот, да. Корабль против корабля. Это объяснялось прежде всего неподготовленностью его экипажа и слабой подготовкой офицеров. С таким человеческим материалом он не мог себе позволить никакие рискованные маневры. Кроме того, не будем забывать, сколько там на эскадре новобранцев было, да, то есть офицеры и так далее. То есть уж лучше мы идем линии, как бы здесь, по крайней мере идти будут. А сейчас мы покажем там какие-то повороты и так далее. Запутаемся. Охваты какие-нибудь, да. Русские спускались на шведов в правильном строю за исключением рьергарда, ну, бывшего авангарда, которым командовал фондезин. Грейг несколько раз подавал пушечные и флажные сигналы вступить в строй, но фондезин не торопился присоединиться к остальной части флота. Именно поэтому со шведским флотом у нас, по сути, вели бой 11 линейных кораблей из 17. Первым в линии следовал 74-пушечный Всеслав, почему он, потому что, по идее, перед ним шли Болеслав и Иоанн Богослов. Вот они при сближении, помнишь, вот опять-таки лекцию нашу про тактики, они были выбиты и ушли исправлять повреждения, поэтому Болеслав потом приткнулся где-то в середину авангардной колонны, а Иоанн Богослов вообще стал концевым авангардной колонны. То есть, командующим авангарда. Ну, вот 74-пушечный Всеслав – это как раз флагман авангарда контр-адмирала Козлянинова, который в 17.00 с расстояния двух кабельтовых, чуть менее 300 метров, атаковал 70-пушечный принц Густав. Грейк же на 108-пушечном Ростиславе навалился на флагман шведов Конунг Густав Третий. Вслед за флагманами все корабли выбрали себе противника и открыли огонь по шведам. Наиболее энергично атаковали неприятеля семь кораблей русского авангарда и центра. Грейка Козлянинов своим примером воодушевляли другие суда. Но вот против шведского арьергарда вели бой всего три русских корабля. Это вот Болеслав, про который мы уже говорили, Мечислав и Владислав. И по факту получилось даже, что 10 русских линейных кораблей сражаются с 15 кораблями противника. Вот против пяти концевых шведских был всего один русский корабль – Владислав. Остальные шесть кораблей – Виктор, Ярослав, Кир иоанн, Иоанн Богослов, память Евстафи и Дерись – это корабли 74-пушечные, либо 66-пушечные, довольно большая сила, держались против шведского авангарда, но в отдалении, примерно на 8-10 кабельтовых, то есть даже за пределами стрельбы своих орудий, можно сказать, стреляя в шведов, ну, больше так, для очистки совести. Куда-то в направлении. Через полтора часа семь русских кораблей авангарда и центра смогли выбить из линии оба шведских флагмана, ну, имеется в виду флагман авангарда, флагман центра. Конан Густав III был выведен из боя на Абуксире, прикрывавший его корабль Васса чуть не попал в плен. Его умирающий капитан сказал заместившего его, значит, первому помощнику, ты перед богом ответишь мне, если сдашься неприятелю. Шведские корабли, понеся значительные потери, отвернули под ветер, причем с тремя головными шведами продолжал сражаться один Всеслав. В это время на шведских кораблях уже было заметно замешательство, ну, шведы не думали, что русские будут так хорошо сражаться, тем более вроде как бы они-то были подготовленные, русские считали, что вообще не подготовленные, кроме небольшого количества кораблей. В 21.00 герцог Карл приказал повернуть все вдруг через Форденвинт на север на правый Галс, чтобы увеличить дистанцию и выйти из боя. Разорвать контакты. Вовремя оценить обстановку Козлянинову и Грейгу помешал дым от сотен пудов сгоревшего пороха и слабый ветер. Русские комендоры просто не видели уже, куда стрелять. После поворота шведов Ростислав оказался напротив флагмана авангарда принца Густава и в течение часа его расстреливал как бог черепаху фактически. И в 22.00 шведский корабль, флагман авангарда, просто спустил флаг. Около 20.00 Грейг разослал на шлюпках приказ по кораблям сомкнуть строй и еще раз атаковать шведов, но эти указания не исполнили три русских корабля. Как обычно Риргард, как обычно Мартин фон Дезин, 66-пушечный Дерись, 66-пушечный Память Евстафи и 74-пушечный Иоанн Богослов. Они просто убрали паруса и отстали. Тогда вот как против шведского Риргарда остался один, уже поврежденный в бою, 74-пушечный корабль Владислав под командованием Амандуса Берха. Этот корабль снесло течением на шведскую линию. Его расстреливали от трех до пяти шведских кораблей. Ну, в разное время, имеется в виду, разнесено по времени. Если почитать отчет у Берха, там все было действительно очень плохо, потом вообще шведских кораблей стало семь против одного. При этом ни Центр, ни Авангард не могли помочь, потому что они не видят там дым. А Риргард, скажем так, умыл руки. Да, и не стал как бы вообще... Он несколько раз запрашивал, кстати, и у Иоанна Богослова, и у Дерись, и у памяти Евстафь помощи, но... Проигнорировали. Да, капитаны, как сказали, что моя хата с краю всего хорошего и так далее. И к исходу 22.00 Берх принял решение сдаться. Собственно, он и сдался. По бою Владислава есть несколько вопросов, над которыми до сих пор бьются историки. То есть, вопрос первый. С какими шведскими кораблями сражался Владислав? Вот с уверенностью можно назвать только один. Это флагман шведского арьергарда 70-пушечной Софии Магдалена. Какие другие корабли? Ну, возможно, кронпринц Густав Адольф, да? Возможно, Эмхейтен. Ну, вот точного списка нет. Второй вопрос, опять-таки, тоже интересный. Какому шведскому кораблю сдался Владислав? То есть, если Берхан, допустим, прочитать, то он пишет конкретно, закричал на ближний неприятельский корабль, что больше не зеруси, что мы сдались. Какой из них? Неизвестно. Что касается русского авангарда и центра, в 22.00 русский 60-пушечный Вышеслав принял капитуляцию у принца Густав, мы об этом говорили, который к этому времени потерял 200 человек убитыми и ранеными. В общем, ему, конечно, дорого обошлась дуэль со 108-пушечным Ростиславом. Далее наступил полный штиль. И вот дальше в 22.00 примерно 30.00 Грейг получает информацию о том, что оказывается шведы захватили русский корабль Владислав. Он требует пойти опять в бой, но ветра нет, штиль. К этому времени, причем у шведов полоса Бриза сохранялась, русские были в штиле, они смогли отойти, в том числе вместе с захваченным Владиславом. Потери русских в этом сражении составили один линейный корабль, 580 человек убитыми и 720 ранеными, а также 470 пленными. Шведские потери по шведским источникам декларируются как один корабль, 130 человек убитыми, 334 ранеными и 539 пленными. Но, честно говоря, в это поверить очень сложно. Удивительно, но вот тот же шведский историк Юлин Гранат общие людские потери, то есть убитыми, ранеными и пленными оценивает в 1151 человека. То есть из них, если вычесть вот эти 539 пленных, там не получается этой цифры. 139 убитых как-то не бьется. Да, то есть более взвешена оценка Грейга, который оценивает потери шведов как потери не меньше наших. Ну, понятно, конечно. Потери примерно равные. Что касается потери Владислава. Узнав о поведении капитанов Коковцева, Баранова и Валеранда, это вот как раз командир вот этих трех кораблей, если верить запискам Храповицкого, Грейг сказал чисто по-притански, они достойны виселицы, без такой случайности неприятелю нечем было бы похвастать. И, соответственно, в январе-феврале 1789 года Коковцев, Баранов и Валерант, а также командир рейергарда Мартын фон Дезин попали под трибунал. В результате разбирательства Коковцев и Валерант были приговорены к смертной казни. Екатерина заменила эту кару в разжаловании в матросы навечно, Баранов был разжалован в рядовые на месяц, а потом уволен из флота. Фон Дезина отозвали к портовым должностям, при этом Екатерина заметила, что вообще по идее бы всех четверых следовало бы повесить. Ну тогда вопрос, а что не повесили? Ну да, странно. Коковцеву, Валеранду и Баранову в чинах восстановиться не удалось, а Мартына Фон Дезина через год простили. Победа Грейга чрезвычайно обрадовала императрицу, она благодарила его собственноручным письмом и пожаловала орденом святого Андрея Первозванного. Высший орден получается, да, пожалуй? Да. Круто. Вот. Гагланское сражение, несмотря на его нерешительный тактический результат, имело как бы зримый стратегический результат. Сорвало планы высадки шведского десанта в Санкт-Петербурге. Блицкрик короля Густава фактически рухнул. Более того, флот шведов отошел к Свиаборгу и там был заперт русским флотом Грейга, который как бы заблокировал Свиаборг и шведский флот не мог никуда деться. Грейг, он же британец, да? Да. Все понятно. О том и про русскую тактику говорили, там вот не хватало таких примеров. Как говорится, ну ты говоришь вот тактически нерешительно, ну а если ветра не было? Он бы, я думаю, продолжил сражение, он как бульдог бы вцепился в них. Ну просто если ветра нет, ну как идти? Также, допустим, в плюс вот этому сражению Гагланскому все-таки можно, допустим, как сказать, прибавить 62-пушечный шведский линейный корабль «Кронпринц» Густав Адольф, который у Свиаборга в то время, когда шведы отступали, вылетел на камне, на камне, собственно говоря, разбился, затонул. То есть шведы потеряли еще один корабль из своей эскадры. В принципе, эта потеря вполне вписывается в Гагланское сражение, то есть как-то так. Ну при преследовании, конечно. Ну а далее в войну со Швецией вступает Дания, и вот когда Дания объявила войну Швеции в конце августа 1788 года, Густав Третий, в общем, если верить записям его камеры Юнкера, кричал, ну фактически на весь дворец, я спасен. То есть дело в том, что войну он начал без согласия парламента и без поддержки большинства населения. Вот вступление же в войну Дании побудило в шведах вот эту старинную датско-шведскую ненависть. Наконец-таки сражаемся с нашим старинным врагом, и мы там не дадим, мы отстоим и так далее. 24 сентября 1788 года датский 8000-й корпус под командованием Карла Гейсонского вторгся из Норвегии на территорию Швеции. К северу оттуда Ваалы был окружен и капитулировал шведский отряд в 700 человек. Этим самым датчане открыли себе дорогу на Гёте-Борг. 6 октября датчане уже на подступах к городу. В Гёте-Борг прибыл Густав, чтобы подготовить оборону, пополнить гарнизоны запасы. Карл Гессинский требует сдать город, дав на размышления 11 часов. На исходе срока в датский лагерь прибывает британский дипломат Хью Эллиот, который объясняет датчанам следующее. Им вот сейчас срочно нужно очень по-быстрому заключить перемирие со Швецией. Иначе британский флот из 27 кораблей, по счастливой случайности проводящий учения в районе Доггербанке, войдет в Зунды и начнет обстрел Копенгагена. По старой доброй традиции британской. Гессинский пробовал, конечно, отговориться, что вопросы войны и мира решает не он, а король. Ну, Эллиот сказал, в общем, ребят, вы сами решаете, кто-то вас еще решает и так далее. Одновременно с этим, то есть, это происходит у Гёте Борга, то есть, на границе Швеции и Норвегии. Одновременно с этим в Копенгагене, значит, в Королевский дворец явился прусский посланник Адриан фон Борг, который заявил, что в случае возобновления даний боевых действий против в Швеции, значит, в Шлезвиг Гольштейн вступит прусская армия и оккупирует его. Шлезвиг вернется в родную голову. Да. В результате напуганные датчане заключают перемирие до 1 мая 1789 года. 12 ноября датский корпус удалился с территории Швеции обратно в Норвегию. Зимой 1788-89 годов шведы пытались с помощью диверсионной группы, фактически, да, проникнуть на рейд Копенгагена и взорвать там русские корабли эскадры Вильяма Фондезина. 100-пушечные корабли Иоанн Креститель, Три Иерарха и Саратов. 74-пушечные корабли Александр Невский, Максим Испомедник и Пантелеймон. Также 66-пушечные корабли Мечислав, Северный Орел и Прохор. А также 32-пушечный фрегат Надежда, 38-пушечный фрегат Архангел Гавриил и Помощный. То есть, вот эта вот эскадра, которая стоит в Копенгагене. Эту попытку пресекли датчане. Они на южном входе поставили 4 старых корабля, негодных плаванию, и расположили там свои дозоры. Вот они заметили шведские брандеры, перехватили их до того, как шведы смогли сблизиться и поджечь эти, собственно говоря, суда. Этот инцидент был расценен как нарушение вот этого перемирия. Да, и, значит, война со Швецией, со стороны Дании чуть не вспыхнула с новой силой. Но шведов спас только ультиматум Пруссии, которая предупредила, что если действия военные возобновятся, Шлезвиг Гольштейн, можете попрощаться. Сказать ему ауфидерзейн. Под жесточайшим давлением Пруссии и Англии Дания 9 июля 1789 года подписала декларацию о нейтралитете. То есть, обязывалась не вмешиваться в войну между Швецией и Россией. Что касается Вильяма фон Дезина. Весь 1788 год он занимался натуральной показухой. Его передвижения по западной части Балтики были абсолютно бессмысленными. В ноябре он сам по своей инициативе чуть не угробил часть своей эскадры. Промедлив целый месяц с постановкой судов своего отряда на безопасную зимовку, фон Дезин оставил их в Зунде, где суда целую зиму, подвергаясь большой опасности, носились вместе с плавающим льдом между берегами Дании и Швеции. Зато какая практика была у экипажей. Представляешь? Екатерина, конечно, как бы была в курсе неспособности командира Копенгагенской эскадры. То есть, как она сама писала, фон Дезин проспит и потеряет корабли. Но в дела адмиралтейства не вмешивалась. Вот, кстати, по поводу обеих братьев фон Дезина, что Мартына, что Вильяма, как она говорила, тот бесконечно виноват перед отечеством, кто двух фон Дезинах в адмиралы вывел. Только давай не будем забывать... Это ты и была. Да, что не надо тут отделять себя от государства. Там три стопушечника стоят, которые там вот прямо сейчас бы отожгли бы, опять же, в сражении, елки-палки. Ну, вот давай сейчас все-таки вернемся вот к этому захваченному 74-пушечному Владиславу, потому что его, как сказать, захват, он оказался очень долгоиграющим. И Владислав оказался сродни такому троянскому коню, захваченному шведами. То есть, дело в том, что на Балтийской эскадре русской, спешно укомплектованной, в том числе даже заключенными, распространилась эпидемия брюшного тифа, которая перед выходом Грейга в море чуть не приняла катастрофические формы. Эпидемия на Владиславе вызвала, в свою очередь, вспышку заболевания во всем шведском флоте, запертом в Свиаборге. Сначала умирало по 7-9 человек в день, потом количество возросло до 20 человек в день, потом количество возросло до 40 человек в день. Кстати, русские с этой эпидемией тифа справились примерно через полмесяца. Отлично вообще. То есть, у них, в принципе, конечно, большое, где-то полторы, там, две тысячи человек у них погибло от этой эпидемии. Но они спасли порядка 20 тысяч человек, то есть, вовремя приняв меры. Шведы же потеряли из 30 тысяч экипажей 12 тысяч от этой эпидемии. Вот это круто, конечно. Вот это удачно получилось. На мой взгляд, лучше бы они Владислав не захватывали. Целей бы были, да. То есть, в результате, к весне 1789 года шведский флот потерял до трети личного состава, и его потери составили, по разным оценкам, от 8 до 12 тысяч человек. Вообще, ну, как я уже говорил, с позиции послезвлания, лучше бы шведам не надо было его захватывать, целее бы были. Эскадра Грейга после Гагланского сражения заперла шведов в Свиаборге, но 15 октября 1788 года Самуил Карлович Грейг умер. Временно исполняющий обязанности командующего флотом Козлянинов, тотчас же снял блокаду с Виаборга и увел корабли в Кронштадт на зимние квартиры. Шведы же, ломая первый лед корпусами своих линкоров 9 ноября 1788 года, бегом ринулись в родную базу, в Карлскрону, где смогли привести себя в относительный порядок, починить корабли, пополнить экипажи и так далее. Сняв блокаду со Свиаборга, Козлянинов допустил еще одну ошибку, он разделил Балтийский флот, часть он отвел в Ревель, а часть отправил на зимовку в Кронштадт. То есть, для тех, кто знает климатические условия Балтийского моря, это, конечно, очень большая глупость. То есть, давай вот рассмотрим... То есть, в Кронштадт уже не выйдешь вообще никуда. Дело в том, что западная часть Балтики, это вот там, где шведы и так далее, она вскрывается ото льда в конце февраля-начале марта. В конце марта чистая вода появляется как раз вот в Ревеле и Гельфингфорсе. Так о чем речь, напротив вообще друг друга? А в Кронштадте, значит, ледостав идет только в середине конца апреля. О чем мы речь? То есть, шведы после зимовки могли спокойно снарядить корабли, выйти в Финский залив и сначала попытаться разбить Ревельскую эскадру, а потом Кронштадтскую. То есть, разбить противника по частям. Мы даже при всем желании не могли бы объединить корабли, потому что Кронштадтская эскадра до середины апреля никуда не выйдет. И ты туда не придешь тоже из-за тех же льдов. Поэтому Козлянинов... Ледоколов тогда не было еще. Поэтому Козлянинов, он, конечно, хороший боевой адмирал, но вот именно как командующий он показал себя не очень. Не стратег, в общем. Да. Ну, а 31 марта 1789 года место главкома флота занял Василь Яковлевич Чичагов. Ну, вот к этому человеку у меня очень двойственное отношение. С одной стороны, я его считаю неплохим, скажем так, тактиком. С другой стороны, все-таки мне кажется, что в британском флоте при таком подходе его бы ждала виселица. В общем, мы еще об этом поговорим. Перед ним стояла сложная задача. Адмиралу предстояло каким-то образом объединить действия Копенгагенской, Ревельской и Кронштадтской эскадр русского Балтийского флота. При этом защитить Петербург от нападения, значит, шведов. Перевести войну на море в активную фазу. И все это сделать как-то одновременно. Выбор Чичагова, по идее, логичен с точки зрения чинопроизводства. Но вот с точки зрения войны вообще, на мой взгляд, непонятен. Потому что весь флот открыто требовал в главкомы храброго и способного вице-адмирала Александра Ивановича Круза, участника Чесменского сражения. Но вот Екатерина утвердила именно Чичагова. Об этом, в принципе, о кампании 1789 года мы поговорим. Следующая лекция. Давайте сейчас вот все-таки немного перейдем на сушу, посмотрим, что там вообще творилось-то. То есть, море мы с вами рассмотрели. Случилось следующее. Густав совершенно неожиданно для себя надолго и всерьез застрял в Финляндии. Почему так случилось? Вот перед войной же завоевание русских областей Финляндии ему представлялось легкой прогулкой. Главные русские армии воюют с Турцией. Довольно большая часть сил прикована с границем с Пруссией. Мы помним, да? То есть, прусские демарши вот эти. То есть, по идее, у России сил вообще не оставалось. Дело в том, что Густав не учел русский народ. Возмущение нападением шведов в русском обществе оказалось столь значительным, что почти весь Петербург встал под ружье. Если летом 1788 года армия в Финляндии насчитывала 6 тысяч человек, то осенью уже 14 тысяч. На защиту столицы встали, ну вот, чтобы ты понял, петербургские ямщики. Они, значит, составили казачий полк. Причетники и служки в церквях. Цыгане образовали гусарский полк. Обалдеть. Питерский. Вот это лучшее вообще, что было, наверное. Заключенные тюрем, попросившие искупить вину кровью. И в 1789 году, в начале, значит, у русских уже было 20 тысяч человек, а через год 32 тысячи человек. То есть, Россия, не снимая войск с главных направлений, сумела создать армию на пустом месте и сдерживать ей превосходящие шведские войска. Пруссия, видя такой поворот событий, отказалась от своего первоначального плана нападения на Россию вслед за Швецией, ибо войну-то начать легко, а как бы вот в Семилетнюю войну как бы русские показали, что до Берлина они дорожку как бы хорошо знают, если что, вдруг дойдут. Ну его зачем? Одно дело Польшу делить. Да. Однако Екатерина не пыталась почивать на лаврах и довольствоваться достигнутым. Зимой 1789 года она заключила очень два важных договора с Францией и Испанией. Смысл их состоял в следующем. В случае нападения на какую-либо из четырех стран, то есть Россия, Франция, Испания или Австрия, три другие страны обязывались также вступить в войну с агрессором и в течение месяца выставить в поле по 60 тысяч человек, а в море вывезти по 12 линкоров и 8 фрегатов. Отдельно оговаривался вклад Австрии, ну, который 12 линкоров в принципе не имела. Она должна была выделить деньги на снабжение и комплектование 12 линейных кораблей и 8 фрегатов. Этот договор не касался уже идущих войн с Турцией и Швецией, но ненавязчиво указывал на возможную агрессию Англии или Пруссии. То есть Пруссия, если она решит атаковать Россию, оказывалась перед перспективой войны на два фронта. Совершенно внезапно. Причем с одной стороны 180 тысяч, с другой стороны русские войска. То есть уже как бы не особо приятный расклад. То есть неплохая прибавка к 80 тысячам русских, которые стоят в русской части Польши. Аналогично Англия. То есть вздумая она поддержать своим флотом Швецию, она воевала бы не только уже с Балтийским флотом 26 линейных кораблей, но и с флотом союзников. То есть еще 36 кораблей. А тут уже как бы другой расклад, другие силы, как говорится. Другие цифры, я бы сказал. Естественно, Екатерина после подписания этого договора совершенно случайно, никто не думал, не гадал, допустила утечку данных об этом договоре и узнавший о новом союзе вот этом премьер-министра Уильям Питт-младший, ну фактически за фалды хватал короля Пруссии Фридриха Вильгельма, упрашивая отказаться от замыслов вторжения в русскую Польшу и Прибалтику. Не надо вам это, ну правда, ну зачем? В свою очередь польский король, также по своим каналам извещенный об этом альянсе, умолял Англию не выводить в Балтийское море свои корабли. Польшу оккупируют просто вообще полностью все. С помощью этого договора Россия добилась чего? Что со Швецией Россия теперь разбиралась один на один, как скажем, без помощи иностранных держав. Правда, вот большой шум поднялся из-за кэптона британского королевского флота Сиднея Смита. Конечно, забияка, бритер, авантюрист, еще тот. Может быть, когда-нибудь будет время, мы об этом поговорим, но сейчас вот факт его биографии. Значит, этот товарищ в 1780 году обманул экзаменационную комиссию адмиралтейства, приписав себе три года и получил чин лейтенанта, участвовал в сражении у островов всех святых, в качестве командира шлюпов Юри был отослан адмиралом Роднием с вестью о победе. Естественно, такого гонца после этого пролился, как, скажем, не только золотой дождь, но и поток всяких пожалований и так далее. И в результате, в нарушении всех традиций Роэлл Неви, Сидни Смит в сентябре 1789 года, то есть в возрасте 19 лет, стал капитаном флота. Ну а в начале 1788 года Смит появился в Швеции. Густав Третий назначил его своим военно-морским советником, и английский капитан на всех углах трещала поддержки Швеции и Англии, тактично забыв о том, что миссия его вообще-то неофициальная. Сам он приехал тайно, более того, нарушив прямой запрет Адмиралтейства поступать на службу к шведам. Ну а шведский флот, ушедший в ноябре 1788 года в Карлскрону, принес туда эпидемию брюшного тифа также. Люди умирали там пачками. Как я уже говорил, шведская медицинская служба, она сродни летописцам, просто констатировала, о-о-о, сколько у нас умерло, о-о-о, опять... Люди мрут без счета. Именно поэтому к 1789 году шведы могли оправиться и выйти в море только уже летом, то есть ближе к лету. Но об этом мы расскажем в следующей лекции, посвященной русско-шведской войне. То есть разбить русский флот не представлялось возможности. Блицкриг Густава провалился. Ну, да, благодаря, так сказать, серьезности Самуила Грейга, а потом, как ты говоришь, удачно захватили в плен корабль, где была холера. Ну, помимо всего прочего, нельзя и не упомянуть, скажем, и командира, и не и шлота, да? Да, нет, несомненно. И вообще, то, как русские сформировали на порожнем месте целую армию, явно, что Густав где-то просчитался. Ну, вот где, наверное, он поймет уже позже. Он, как и другой Адольф, он немножко несерьезно подходил к таким вещам. Как ты говоришь, они думали, что пройти в Финляндию и Карелию на раз-два. Ну, господа, даже если взять тот же Выборг, там, не и шлот. Это же серьезная крепость, особенно Выборг. И заметь, в кампанию 1788 года фактически не заметен шведский галерный флот, который мог очень сильно помочь армии. А он стоял частью в Карлскроне, частью в Свяборге. Он начнет действовать в 1789 году. Ну, мы еще об этом отдельно поговорим. Более того, у меня есть предложение. Так. Дело в том, что у нас здесь, в нашем описании, будет такая битва, второе Рачинсалемское сражение, как ты помнишь. Я предлагаю здесь его разобрать галопом по Европам, да? А для спонсора, скажем, прямо от начала до конца, потому что там... Со всеми подробностями. Со всеми подробностями. Очень интересная идея. Я поддерживаю. Я думаю, все поддержат. Ну, а на этом все, ребят. Друзья, потому что мы, опять же, мы уже договорились, мы уже делаем контент отдельный для платформы спонсор. Ну, так как вы нас поддерживаете, мы вам хотим сказать ало верды. Да, но с другой стороны, мы и не обижаем никого другого, потому что вы, как бы, скомканную версию все равно услышите здесь. Ну, не скомканную, а просто укороченную, скажем так. Так что приходите на спонсор, кому интересно. А сейчас до свидания, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok